Здравствуйте! Тема лекции «Витамины». План лекции «История открытия витамина. Значение и свойства витаминов. Классификация водорастворимой и жирорастворимой витамины». История открытия витаминов. В 1880 году русский учёный-физиолог Николай Лунин пришёл к следующему заключению, что кроме органических питательных веществ и содержатся ещё другие вещества, незаменимые для питания. А в 1897 году нидерландский врач Христиан Экман, ему удалось найти причину болезни бериберии. А в 1911 году польский учёный Казимир Фунг выделил это вещество в кристаллическом виде. По своим химическим свойствам это вещество принадлежало к органическим соединениям и содержало аминогруппу. Так как первое вещество этой группы жизненно необходимых соединений содержало аминогруппу и обладало некоторыми свойствами аминов. Ифон предложил назвать весь этот класс веществ витаминов, витаминами, вита латинского жизнь, витамин, амин жизни. Таким образом, витамины это незаменимые пищевые факторы, которые присутствуют в небольших количествах пищи, обеспечивают нормальное развитие организма животных и человека и адекватную скорость протекания биохимических и физиологических процессов. А витаминозы – это болезни, возникающие при полном отсутствии пищи или полном нарушении усвоения какого-либо витамина. Гиповитаминозы обусловлены недостаточным поступлением витаминов с пищей или неполным их усвоением. Гипервитаминоз – это острое расстройство в результате интоксикации сверхвысокой дозы одного или нескольких витаминов. Свойства витаминов. Витамины являются обязательными компонентами ферментных систем и гормонов. Также являются исходным материалом для синтеза тканевых гормонов. Обеспечивают нормальное функционирование нервной системы, мышц и других органов и многих физиологических систем. От содержания витаминов в организме зависит уровень умственной и физической работоспособности, выносливости и устойчивости организма. Витамины позволяют существенно усилить защиту организма от многих болезней и развитие процессов старения. Обладают свойствами природных антиоксидантов, которые помогают организму справиться с нарушениями липидного обмена. Классификация витаминов делится как водорастворимые витамины и жирорастворимые витамины. На таблице показаны эти витамины, виды витаминов какие. Значит, витамин В, С, А и так далее. Это буквенные обозначения, а также их химические названия. Следующий ряд представителей водорастворимых витаминов рассмотрим. Витамин С – это аскорбиновая кислота. Показана на слайде химическая формула внизу, а также участие в образовании коллагена, восстановлении фолиевой кислоты, оказывает влияние на усвоение белков, на реактивность организма, сопротивляемость к инфекциям. А при авитаминозе нарушается структура хрящевой и костной ткани, развивается опухание десен, выпадение зубов, то есть заболевание цинга. Вот источником являются это природные соединения химические, да? Это вот, может, вещества, которые находятся именно, источниками является растительный организм. Это черная смородина, зелень, укроп, петрушка и так далее. И суточная потребность этого витамина С – 30 миллиграммов. Дальше витамин В1 – тиамин. Участвует в обмене веществ, регулирует циркуляцию крови при недостатке заболевания Берри-Берри. То есть это отставание в росте, поражение нервной системы, слабость и паралич конечностей. Содержится в орехах, апельсинах, хлебе, мясе, птице и зелени. Формула витамина В1 – тиамин. Витамин В9 – фолиевая кислота. Участвует в синтезе нуклеиновых кислот и аминокислот. Регулирует работу органов кроветворения. Показано в содержании их и химическая формула. Витамин В6. В6 – передоксин еще ее называют. Участвует в обмене аминокислот. Никотиновая кислота, ПП, участвует в углеводном и белковом обмене. При авитаминозе появляется болезнь Пелагра. Также показаны источники и суточная потребность этого витамина. Показана формула, показывающая карбоксильную и аминную гетероциклические соединения. Цианокобаламин В12 в основном участвует в обмене нуклеиновых кислот. Тормозит образование холестерина. Имеет очень сложную структуру. При авитаминозе появляется злокачественная анемия. Витамин Биотин H участвует в синтезе жирных кислот в обмене липидов. При авитаминозе появляется как боли в мышцах, выпадение волос, поражение кожи, дерматиды. Суточная потребность 150-300 мг. Также рассмотрим жирорастворимые витамины. Представителем этого класса является витамин А, ретинол. Необходим для роста и развития растущего организма. При авитаминозе, ретинол, значит недостатки, появляется болевание куриная слепота. Источником является мясо, печень, рыбий жир. Суточная потребность от 1 до 5 мг. Также ряд витаминов, в которые входит несколько провитаминов. Д, Д1, Д2, Д3, Д4. Витамины Д. Регуляция обмена кальция и фосфора, обеспечивающая нормальный рост и целостность костей. При авитаминозе болезнь рахит. Это характерный признак рахита замедления процесса минерализации костей. Источники это пищевые в пивных дрожжах, рыбьем жире, в жире печени, икры, рыб. Суточная потребность от 0,01 до 0,25 мг. Также витамин Е, токоферолы, стимулирует мышечную деятельность, а также функции половых желез. При авитаминозе развивается бесплодие. При гипервитаминозе наблюдаются мозговые кровоизлияния. Источниками витамина Е являются зеленые листья салата, зародыша в пшенице, яичном желтке, плодах шиповника и т.д. Суточная потребность 15 мг. Также витамин К, филлохонин, хинон, то есть филлохинон, обеспечивает нормальное свертывание крови, повышает прочность стенок сосудов. Суточная потребность 30-50 мг. Показана формула. Дикетонная гидциклическая форма филлохинона. Также в заключении хочется сказать, что витамины А имеют название ретинол, В1-тиамин, В2-рибофлавин, В3-никотинамид, В6-перидоксин, В2-цианокабаламин, С-аскальбиновая кислота, Д-кальциферок и т.д. Витамины – это незаменимые компоненты активных центров многих ферментов, участвующих в реакции биокатализа, в регуляции биохимических и физиологических процессов. Организм человека не способен синтезировать и запасать некоторые витамины, поэтому должен ежедневно получать их с пищей, так как все эти витамины имеют определенные факторы. Спасибо за внимание.